Всем привет! Салют! Снова из Санкт-Петербурга. Вот это красивое здание это дом городских учреждений на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы. Мы сейчас идем в сторону Садовой. Покажу вам сегодняшний свой аутфит. Куртка у меня из сприт. Я покупала ее фамилию. А как раз, по-моему, что-то где-то здесь недалеко. И аутфит у меня абсолютно простой сегодня. Проще не придумать. И мы зайдем сегодня в фамилию, зайдем еще куда-нибудь в интересные разные места. Так что пойдемте вместе с нами. А это, кстати, оказывается, институт дизайна. Здесь дизайнеры учатся. Да? Может, у них спросить, как правильно одеться? Видите, вот спасибо, кстати, да. Начала я не с того видео. Девочки, спасибо огромное всем, кто меня поддержал. И что действительно я не безвкусная какая-то женщина. Все я понимаю. Прекрасная куртка. Все написали, что отличная стильная куртка. Кто ее не видел вживую. А товарищ оператор просто не понимает. Вот эта куртка тоже, она хорошая. Но здесь все хорошо. Но она спортивная. А под тот лук, который был на мне надет в тот день, она не подходила. А под чеснок? Да. Вот. Сегодня, да, у меня спортивные штаны, у меня челси. Без проблем. Просто пойти погулять по садовой. Пойти на рынок и купить зелени. Можно. А так, извините, товарищ оператор. Там впереди метро Спасская, Садовая и Синая. Я хорошо знаю, потому что здесь я училась все-таки недалеко, на Линдоке, 3 года. И мы ходили часто пешком туда вот, к метро, с моими коллегами-студентами. Мы идем на Синой рынок. Проходим одежду. Модную. В кавычках. В общем, Синой рынок. Я хочу купить там зелень. Картошка хорошая. Кстати, 35 рублей. Это та же самая картошка, которую мы покупали за 100 рублей в Магните. В Белоруссии. Похоже, на египетскую. Да, да, да. А она не была написана, что это Египет. Вот в Магните мы такую за 100 рублей купили. Это, ну, якобы, да, Псков. Вот. И цены здесь, конечно, невысокие. Сало. 750 рублей. Тамбов. Не кошерно, конечно, но вкусно. Так, что еще здесь вам показать? Вот яблоки 40 рублей. 50 рублей. Здесь бы, конечно, сейчас набрать всего. Но не получится у нас сейчас этого сделать. Лимон 100 рублей. Яблоки Антоновка. Но это, наверное, не Антоновка, да? Вот обычно мама говорит, что это не Антоновка. Обычно. Когда мы бываем на рынках. Гранаты. Авокадо. Гребфруты. Киви. Все здесь есть. 300 рублей помидоры вкусные. Мы сделаем салатик. Вот и взяли зелень. 100 рублей. Ой, 100 грамм стоит 40 рублей. И чеснок 40 рублей. Хватит, хватит, да. Огурцы почем? 350. 350. 350. 250. Помидоры вам по 250. Вот, спасибо. Придем еще раз к вам. А, помидоры тоже по 250? Тогда хорошо. Умеют здесь торговать. Они подарочки дают. Там скидки тут же. Ну, понятно, там где-то, может быть, и обвешивают. Но все равно мы, в общем, пришли за зеленью. В итоге набрали два пакета. В общем, здесь торговый центр. Я не помню, как он называется. Подпишу вам. И в нем находится фамилия. Помимо фамилии, конечно, здесь еще есть разные бренды. Но фамилия здесь мне нравится. Она такая большая, хорошая. Настоящие русские шубы. Фамилия. Для меня фамилия такой магазин, где можно всегда что-нибудь найти. Мне, в принципе, ничего не нужно. Я просто хочу посмотреть, что есть. Ремни, пожалуйста. О, какой королевский ремень. Стоит 800 рублей. Прям королевский. Да. Такой под замшу. Вот такие ремни, кстати, очень хорошо смотрятся. Даже на пальто. Это билетон. И стоит, кстати, 600 рублей. Ну, вот такой бы, кстати, я, может быть, и взяла. Вот тоже, посмотрите, широкий ремень. Это какая? Пинко. Ничего себе пинко. А, ну, пинко 2 600 стоит. Но здесь просто такая фамилия. Здесь еще есть премиум бренды. Кое-что есть подороже. Вот какие-то сумки здесь. ZRD 2000. Кстати, неплохая сумочка. Как корзинка. Неудовый цвет. Пудровый, скорее даже. Вот, очень много разных шопперов. Полторы тысячи. Вот такой вот бежевый шоппер. Ой. Так, летняя сумочка Бенетон. Я не пойму, на полторы тысячи всего? Я, наверное, такую возьму. Мне нравится. Какое прикольное ведерко. 800 рублей. Это фирма Хаус. Тоже вообще классная. Всего 800 рублей. Вот так вот. Что из интересного? Тоже, вы посмотрите, сумка. Вот какой-то бренд это. То ли по Теговен это. 2 500. Вот это мне тоже понравилось. Сумочка Сислей. Как, не знаю, как мешочек такой сделанный. Красивый цвет. Изумрудный. Или бутылочный. Сислей 3 600. Вот такая сумка. Вообще здесь есть, что выбрать. Я вам скажу, в плане сумок. Да, и вот, посмотрите. Вот это тоже Сислей. Цена ее. Сейчас посмотрим. 2 000 рублей. Тоже такой мешочек. Это кожзам, конечно. Но все-таки Сислей хороший бренд. Итальянский, насколько я помню. И много черных сумок. Которые, конечно же, наиболее востребованы. Вот опять же, летний вариант. Сумочки, да. Вот 1800 рублей. Очень люблю. Такие с поцелуйчиками. Но она какая-то как детская, что ли. Из-за этого бантика. Он не очень аккуратно выглядит. Но это тоже Бенеттон. И в этой фамилии дизайнерские бренды есть. Они, конечно, подороже. Но, честно вам скажу, обычно вещи такие уже сильно устаревшие. Никакой базы, так сказать. Вот 10 000. Это бренд Plainsport. Вот такая вот, а-ля пистая. Мало, я думаю, что кому понравится такая куртка. Вот еще такого плана. Кстати, прекрасный тренч за 5500. Вот такая фирма Оди с птичкой. Вот такой бренд Оди Мио. И видела я этот бренд, знаете где? В Стопмане. Мне, кстати, здорово выглядят. Вот это тоже Оди Мио. Такое пальто 6500. Да, вот тоже, кстати, очень неплохо выглядит. Стеганное пальто. С поясом на весну. Кому-то будет очень даже неплохо. Качество неплохое. И такой цвет, знаете, золотистый. Золотистый зеленый. Вот так бы я сказала. Здорово. Вот они эти опять тренчи. Смотрите, какая красивая весенняя посуда. Посмотрите. Тоже мне нравится, что здесь коллекции меняются. Именно сезонно. Такое деревянное блюдо 900 рублей. А это что за прелесть? Маленький диванчик. Здорово. Я так понимаю, это какие-то как шкатулки. Вот эти мне понравились тарелки. 500 рублей. Свечи. Фламинго. Такой фламинго 400 рублей стоит. Вот это фирма Сулаж. Китайская, как оказалось. И вот здесь очень модные косухи. 4200. Ну, это эко-кожа, конечно, к сожалению. Я не очень как-то приветствую куртки из эко-кожи. Но в целом, если вы носите, то здесь, конечно, есть из чего выбрать. И вот это Ози тоже. Косухи из эко-кожи. Ну, выглядит хорошо. Это корейский бренд 8 Seconds. Качество хорошее. Такие розочки. Платье а-ля в деревенском стиле. С маленьким воротничком. И вот воротничок здесь. Кружевной. Ну, оно такое. Вот что вы скажете оператору? Как вам? Нравится платье? Хорошее платье. Нравится? Нравится. Честно? Мне кажется, я в нем как-то простовато. Нет? Как-то. Хорошо? Нравится? 4. Ну, вот мне тоже кажется, да? Не 5, а 4. Да. Так что, примерим сегодня платье. Это тоже 8 Seconds. Тоже Корея, которая а-ля Uniqlo. Но здесь какая-то синтетика такая. Даже, даже не знаю, даже у меня слов нет. Я не пойму. Ну, это лучше, чем то. Это лучше? Конечно. Но оно какое-то совсем летнее, просто с своими ботинками. Ну, лето, да. Это лето. Наверное, с какими-то босоножками яркими. Ага. Да? Слабо-тенами. Слабо-тенами, да. Нет, мне нравится вот этот верх. У меня вопросы к низу. Вот низ как-то, как-то хочется его утяжелить чем-то. А верх, верх мне нравится. Вот, если вы просто блузочка, вот посмотрите. Шикардос. Нравится вам это платье, товарищ Ферран? Как? Оно, кстати, было прозрачным еще. Да? Да. Ну, какой деревенский стайл. А вам какой нужен стайл? Московский? Да, мне нужен столичный. Столичный. Столичный? Нет, можно петербургский. Можно петербургский. Петербургский, тогда нормально. Нет, я на петербургский, если не тянусь, здесь же все более такие интеллигентные. Вот. Но есть чем стремиться. Ладно. А, подожди. Еще такая куртка прикольная. Я не знаю, что это за бренд. Официн Винчи. Стоит пять тысяч. Короче, она с приколом. Назеваем куртку. Хоп. Она стильная, нет? Да, очень. Ну, необычная, по крайней мере. Вот она здесь так вот застегивается на молнию. Ой. Здесь карабинчики. Можно их застегивать, но я бы не застегивала. И так идешь, идешь. Хоп. Ветер в спину. Да. В спину продуло. Нет, ну это вот такая вещь. Кстати. Необычная. Она стильная. Как будто бы с подиума. Это кожзам. Пять тысяч. Не нравится ему? Кожзам, да. Выглядит как кожа. Выглядит как кожа, да. Официн Винчи Виталия. Это, оказывается, да? Натуральная кожа. Вот, стопроцентная кожа. А я подумала, что это кожзам. Нет. Короче, какая-то куртка просто обалденная. Ой. Господи. В общем, обалденная куртка. Просто покажу вам еще детали. Но это надо быть смелым человеком, чтобы ее купить. У меня, видимо, еще смелости не хватает. Но мне нравится. Пять тысяч кожаную куртку вообще. Вот это такая еще курточка. Вот это кожзам. Кудри. Это видно сразу, да, что-то. Видно, да? Она тоже, кстати, такая необычная. Классная. Вот так даже просто платье надеть. Куда-то пойти. Да? Куда? На рынок? За зеленью? В моем случае, да. Ну а что? Вот так вот пойти. Девушка пошла за зеленью. А купила огурцы и помидоры? Ну, в общем, все. Это все, что я примериваю. А, подождите, еще хотела посоветоваться с оператором. За помидорами. Потому что оператор у нас строгий. Вот сумочка Бенетон. Как? Стоит всего полторы тысячи рублей. Так это же слофан. Ну что? Прикольный. Сольтет, быстро в негодность. Не одобряете? Нет. Его даже потом не под что приспособить. В общем, я сегодня без улова. Но с помидорами. Но с помидорами. Пойдем кушать. Заходим в метро Спаская. Сейчас купим жетоны. Кстати, в питерском метро еще продаются жетоны. Я вам сейчас их покажу. Вот жетончик в Санкт-Петербург. Скоро, мне кажется, что не будет этих жетонов уже. Но вот пока они есть. Можно вот сюда опускаем. Проходите. Так. Смотрим на красивую станцию метро. Мозаика потрясающая. Я так понимаю, что это как раз стенная площадь. Торговля. Здесь, наверное, всегда была торговля историческая. Кто знает, пишите. Мне интересно. Пресконечный спуск. Здесь можно, не знаю, там, позвонить кому-нибудь. Пописать книгу, сценарий. И все, мы будем спускаться, спускаться. Можно прибежаться. Финские товары. Заходим. Смотрим. Зашли на Невском магазин товара из Финляндии. Вот и этот сырок я всегда покупала. Валю, Олтермани. В общем, все есть. Каким-то образом прорываются. Вот маленький Олтермани. Мне кажется, это 200 грамм или 150 стоит 400 рублей. Вот такая нарезка 600 рублей. Милбона. Вот килограмм сыра полторы тысячи. Но вы знаете, учитывая, что он вкусный, это не так и дорого. Потому что какие-то я видела сыры наши российского производства, отечественные, по 3 тысячи, по 4 тысячи килограмм. Так что, в принципе, и нормально. Моя любимая колбаса. Беру. Я просто обожаю вот эту колбасу. Коровка. Вот 600 рублей. Фацер. Шоколадки. 300 рублей. Вот такие вот конфеты. 380. Так. Ой, кстати, вот эти конфеты тоже Фацер. Тоже мы их брали. 550 рублей. Вот такой последний раз я привозила. Мы съедали. Кстати, очень вкусные конфеты. Ну, конечно, я не за полторы тысячи их покупала в Финляндии. Вот еще здесь шоколадки. В общем, в принципе, каким-то образом нам все это привозят. Рыба, это холодного или горячего копчения? И сколько она стоит? 2000 за килограмм. 2000 за килограмм? Да. А, ну нормально, кстати. Угу. Масло я смотрю тоже, да? 700 рублей. Ага, 700 рублей масло. Селедка, Филадельфия. Мы уже пришли домой. И сделаем вам небольшую распаковку. Ну, во-первых, мы здесь, в Питере, ходим вот в такую пекарню Буханка. И там покупаем самый вкусный хлеб. Это серая чиабатта. Сейчас мы будем делать с ней бутербродики. Это финские продукты мы купили. Нам сделали, кстати, скидку. Здесь 350 грамм колбасы, 500 рублей. Покупала я ее в Финляндии раньше за 3 евро. Ну, соответственно, вот такая накрутка. Филадельфия, ну, я думаю, все знают, что такое Филадельфия, да? Это такой кремовый сыр. И взяли вот эту рыбу горячего копчения. Она получилась у нас на 1300. 300, 2000 рублей килограмм, 700 рублей, ой, 700 грамм здесь у нас рыбы. И нам сделали тоже скидку 100 рублей. Ну, в общем, вот такой вот у нас небольшой ностальгический набор. И вот такой у нас рыночный улов. Помидоры, килограмм 300 рублей. Огурчики с цветочками, очень милые. Они стоили 250 рублей килограмм. Лимончик это нам дали в подарок. Так они любят делать. Здесь два перца, оранжевый и красный. Но цену их я вам не скажу, не помню. Я взяла зелень, кинзу, взяла укроп. Где-то он там есть, я надеюсь. И это лук, чесночок. Зелень стоит 40 рублей 100 грамм. А чеснок один стоит тоже, такой вот красивый чесночок, стоит 40 рублей. Черный виноград, который я, кстати, не люблю. 90 рублей килограмм. По 70 рублей вкусные мандарины. Он дал нам их попробовать. И они такие вот кисло-сладкие, как я люблю. Вот, это все, что мы взяли сегодня. Сейчас буду делать бутерброды, покажу вам. Я что сейчас делаю? Я делаю бутерброд. Ой, из-за того, что меня отвлек, я неправильно порезала. Хотела вот так же. Ну, порежу еще. Так нет, что-то опять не так режешь-то. Вот так. Да? Вот так? Давай покажи мне. Так ты камеру снимаешь. Зачем ты вообще делаешь что-то? Вот куда-то там круче, я что взяла. Все. Раз. И вот так на две части. Вот тебе Бургер Кинг. Теперь намазываешь сюда все, что у тебя есть. Вот Филадельфия, например. Можно, то есть не Филадельфия, а можно сыр другу намазать. Можно, да, дружба? А янтарь? Янтарь сейчас не найти нигде. Да вы что? Да, намазываешь. Ну, а сверху там какой-нибудь травки. Огурчик. Огурчик, мне кажется, здесь лишний. Огурчик к мясу, а к рыбе не надо. Не надо, да? Продавец нам не положил укроп, поэтому я положу кинзу. Красиво. Ну, все вроде. Да, вот такие вот у нас бутерброды получились. У нас. Итак, я со своим продуктовым уловом. Здесь у меня, кстати, Кока-Кола. Останки. Это Кока-Кола, которую производит концерн «Добрый». Ценители Колы говорят, что Кола Добрый лучше. То есть наша отечественная Кола получается лучше, чем та импортная. Я не знаю, но единственное, могу сказать, что когда ее пьешь, она-то мягче. Вот правда. Ну, это, конечно, не самый полезный напиток. Ну, захотелось мне сегодня именно. Вот бутербродики, которые у нас получились. Очень они, конечно, вкусные. И главное, что красивые. Я люблю, когда красиво все. Я ценитель вообще такой гармонии во всем. Сейчас я буду смотреть сериал, вернее, смотреть продолжение сериала «Вампиры средней полосы». Очень рекомендую вам этот сериал. Надену уже свои очки. У меня уже здесь настроено второй сезон. Ой. Да, второй сезон, шестая серия. Этот сериал хорош всем абсолютно. Я вам рекомендую. Он подойдет для семейного просмотра. Потому что это добрая комедия о любви. Да, там есть какие-то моменты трагичные даже. Но я смотрю этот сериал еще из-за Юрия Стоянова. Это великолепный актер. И я прям вижу, что многие фишечки. Он там играет главного вампира. Многие фишечки придумал именно он сам. То есть я не думаю, что это режиссер ему говорил, что делать. Но это вот такие вот настоящие крепкие актеры. Они, конечно, работают как никто. Ну и вообще в целом картинка красивая. Операторская работа замечательная. Сюжет держит внимание. Мои комплименты этому сериалу. Мне очень нравится. Кстати, если у вас есть что посоветовать, обязательно пишите. Потому что я буду тоже вам рекомендовать то, что смотрю я. Из последнего, кстати, я еще смотрю сериал «Убийство по Фрейду». И мне тоже очень нравится именно картинка. Я вообще люблю, когда красивая картинка. Когда это виды красивые, операторская работа, костюмы. И получаешь наслаждение эстетическое. Плюс к истории. Ну, истории достаточно простые все. Особенно в детективах. Всегда есть преступник, убийца. И потом мы узнаем все-таки, кто виноват. Ну, об этом все потом. Я сейчас уже буду приступать к просмотру. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Девчонки, прям огромное спасибо. Вы просто подняли мне настроение под последним видео с вами комментариями, что куртка у меня на самом деле неплохая, что она стильная, хорошая. Потому что я уже стала думать под этим прессингом и газлайтингом моего мужа, что куртка ужасная. Теперь я поняла, что действительно она хорошая. И вот даже с мамой я общалась. То есть мама просто не носит эту куртку. Она ей как-то, ну, не знаю, не зашла ей, как говоря современным языком. К маме она не зашла, а куртка хорошая. То есть как-то мы ее продавать не умеем. Отдавать кому-то тоже. Я надела, думаю, мне так хорошо, она теплая. В общем, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Так что мы обязательно с вами увидимся в следующем видео. Я приступаю к просмотру. Мне приятного просмотра. Вам спасибо за просмотр. Все, всех обнимаю, люблю, целую. И до встречи.